Время Что такое время? Все, что происходит во Вселенной, можно описать как колебательный процесс, как на уровне микромира, так и на уровне макромира. Вращение электронов по орбитам вокруг ядра атома, вращение Луны вокруг Земли, Земли и планет вокруг Солнца, вращение галактик. Также и все в жизни человека подчинено определенным ритмам и описывается как колебательный процесс. Время – это соотнесение частот колебательных процессов, один из которых берется за эталон. Так как очень многое в жизни человека подчинено солнечным ритмам, то за эталон времени были взяты периоды обращения Земли вокруг Солнца. Это год, и Земли вокруг своей оси – это день. Если рассмотреть жизнь человека, то можно увидеть следующее. До 25 лет человек учится и активно в жизни общества не участвует. Возраст от 25 до 50 лет составляет период наибольшей продуктивности в общественной деятельности человека. После 50 лет основная масса людей начинает уходить в свои проблемы и сторониться активной общественной жизни. В итоге наиболее общественно значимым в жизни человека является период протяженностью около 25 лет. Похожую закономерность можно выявить, если учесть средний возраст матери при рождении первого ребенка. Он тоже составляет 25 лет. При зачатии происходит обмен генетической информацией, и рожденный ребенок несет уже новый генетический код. Это значит, что каждые 25 лет происходит обмен информацией на биологическом уровне. Назовем эту величину частотой биологического времени. В течение всего глобального исторического процесса она практически не изменялась и остается постоянной. Человек является единственным биологическим видом на Земле, который подвергает обработке все, что получает от природы и занимается творчеством, создавая нечто новое. Таким образом, кроме существующей биосферы, человек создал техносферу, которую он непрерывно видоизменяет и совершенствует. Особенно сильно скорость изменения техносферы подстегнул узаконенный ростовщический судный процент, который заставляет внедрять постоянно новые технологии, чтобы рассчитаться с долгами. Существует ли периодичность в изменении техносферы? Да, такая периодичность есть, и ее легко проследить, взяв какую-либо из отраслей человеческой деятельности, например, транспорт. Человек изобрел телегу, и она прослужила без существенных изменений тысячи лет. Человек изобрел карету, и она проездила сотни лет. Изобрел паровоз, его конструкция менялась через десятки лет. Паровоз, тепловоз, электровоз, монорельсовые железные дороги. С изобретением автомобиля и самолета обновления происходят практически каждый год. Мы видим, что частота смены технологий постоянно нарастает, и если вначале она измерялась тысячелетиями, то на сегодняшний день измеряется годами. Но техническая информация – это только часть общей информации о культуре человечества. В общем, такому же закону изменения подвержена вся культура, если под культурой понимать всю внегенетически обусловленную информацию. Назовем частоту обновления информации на внегенетическом уровне частотой социального времени. Соотношение частот биологического и социального времени и их взаимосвязь в глобальном историческом процессе получило название «закон времени». Теперь посмотрим, как соотносятся эти частоты. Если раньше многие сотни и даже тысячи лет частота биологического времени была выше частоты социального времени, то во второй половине XX века ситуация качественно изменилась. Теперь частота социального времени превосходит частоту биологического времени. В первой половине XX века при совпадении частот биологического и социального времени в жизни человечества произошло явление в технике, называемое резонансом. Явление резонанса Любая система, даже находящаяся в состоянии покоя, обладает собственной частотой колебаний. Если к такой системе приложить вынуждающую силу с частотой близкой или равной частоте собственных колебаний, это приведет к резонансу, то есть резкому увеличению амплитуды колебаний. Резонансные явления могут вызвать необратимые разрушения в различных механических системах, например, в неправильно спроектированных мостах. Так, в 1905 году рухнул египетский мост в Санкт-Петербурге, когда по нему проходил конный эскадрон, а в 1940 году разрушился Токомский мост в США. Человечеству удалось проскочить этот отрезок времени и выжить, благодаря тому, что данный период был незначительным по продолжительности, относительно всего исторического процесса, и население нашей планеты не достигло к этому времени критической массы, хотя в это время весь мир потрясла волна войн и революций. Этот период в Библии назван апокалипсис. Теперь, за время жизни одного человека и жизни одного поколения, происходят многократные изменения в окружающем мире. Меняется и отношение людей к происходящему вокруг них, в результате чего после второй половины XX века происходит смена логики социального поведения людей. В период до смены логики социального поведения человек рождался, получал некую информацию, и она была незыблема, вплоть до его ухода из жизни. Тот, кто в начале жизни получал посвящение в нечто, мог за счет монополии на это знание безбедно жить всю оставшуюся жизнь. Тот, кто не получал подобных посвящений, рыл землю. Ныне пора посвящения закончилась. В результате все возрастающей частоты социального времени они утратили всякий смысл. Для иллюстрации скорости развития технологий обратимся к информации главного футуролога компании ЦИСКО – Дэйва Эванса. Сегодня мы знаем 5% того, что нам станет известно через 50 лет. Другими словами, 95% знаний, которые будут доступны людям к 2060 году, станут результатом открытий, сделанных в предстоящие 50 лет. В ближайшие два года объем информации в нашем мире будет ежегодно увеличиваться в 6 раз, а объем корпоративных данных в тот же период будет ежегодно возрастать в 50 раз. В течение двух следующих лет объем информации во всемирной сети будет удваиваться каждые 11 часов. К 2015 году человечество будет ежегодно создавать контент, объем которого в 92 миллиона раз превышает объем информации, хранящейся в библиотеке Конгресса США. В изменившейся логике социального поведения человек либо постоянно осваивает новые знания, пересматривает и изменяет свои стереотипы, либо оказывается на свалке истории. Чтобы приспосабливаться к скоротечно изменяющемуся миру, человеку необходимо уметь овладевать новыми знаниями непрерывно в течение всей жизни, а для этого нужно уметь учиться самостоятельно. Необходимо вырабатывать методы освоения новых знаний. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Знание – власть. Основной принцип порабощения человечества реализуется, исходя из использования монополии на знании. Небольшая кучка паразитов, засевших наверху социальной пирамиды, обладает всей полнотой знаний человечества. И чем ближе к основанию этой пирамиды, тем меньше знаний дается людям. По сути, можно рассмотреть две условные пирамиды. Одна – пирамида власти, с вершиной направленной вверх. Другая – пирамида знаний, с вершиной обращенной вниз. Закон времени приводит к краху эту систему пирамид. Современному рабовладельцу, хозяину рабочих, чтобы его рабы лучше работали и приносили прибыль в условиях ускорения социального времени, необходимо непрерывно давать им новые знания. Но если рабы будут все больше и больше знать, то они перестанут быть рабами. Каждый в меру своего понимания общего хода вещей работает на себя, а в меру непонимания – на того, кто понимает больше. Своё понимание закона времени и беспомощности по отношению к нему нынешних рабовладельцев Александр Сергеевич Пушкин выразил в гениальной поэме Руслана Людмила следующими словами. Он звезды сводит с небосклона, он свистнет, задрожит луна, но против времени закона его наука не сильна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok